Перед просмотром этого ролика советую тебе посетить мою группу во Вконтакте с целью участия в розыгрыше жетона. Не ленись, поучаствуй. Приятного просмотра. Конкретно поговорим о дополнении Battle for Azeroth, относительно вновь вышедшем, и поговорим уже о моменте, когда стартанули рейды и мифик плюсы. Стоит учесть, что максимальный уровень предметов в текущий момент поднят до 400-го, и вполне реально словить какие-либо проки с даже малых подземелья с обохальным ключом. Примерно так словить можно вещицы 390-го уровня предмета, ну и, конечно, 400-е. Не без этого. Немножко сводной информации, перейдем чуточку к числам. А именно поговорим о том, откуда какой item level дропается. Не будем говорить уже о достаточно низком уровне предметов, типа 310-го, 325-го. Начнем сразу с 340-х. Итак, с абсолютно обычных мифических подземелий мы можем получить 340-й предмет и выше. То есть фармом обычных эпохальных подземелий мы занимались первые 3 недели выхода дополнения. Кому-то повезло, и кто-то получил двуручное оружие, к примеру, или оружие на свой класс испек, а кто-то до сих пор бегает с синим. Увы, есть такие люди, я их прекрасно знаю. Что можно сделать? Да ничего, только посочувствовать таким людям. Ну и как вариант посоветовать еще больше времени вливать в эту любимую нами игру. Не стоит забывать о мифических плюс-подземельях, подземельях с пахальным ключом. В текущий момент сделана уже мною табличка около двух месяцев назад. Можно с ней ознакомиться в одном из прошлых видосиков. Возможно, я выведу ее на экран даже сейчас. И как вариант, я скину ее в описание к этому видосику. То есть таблица лута от 345 до 370 уровня предмета расписана там. И можно абсолютно все увидеть по уровню сложности, по уровню модификаторов, и некоторые сравнения касательно итем-левела. Также не стоит забывать о том, что пройдя мифическое плюс-подземелье, в конце недели нас ждет сундучок. Ну, на рыцаре смерти я ничего не проходил, еще только на монахе идет фарм миф-плюсов, потому что он в текущий момент является мейном. Так вот, в среду мы получим сундучок. И в этом сундучке, конечно, награда завышена. Стоит проходить десятые подземелья хотя бы раз в неделю с целью того, чтобы с недельного сундучка получить самую наивысшую награду, какая только возможно. Окей, едем дальше с системой мифик плюс и мифик инстов. Мы разобрались. Далее, за репутацией. При планке репутации уважения мы можем купить вещицы 320-го итем-левела, конкретно плащи. При планке репутации почтения мы можем купить 335-е различные вещицы. Они являются не азеритовыми. И это, конечно же, не шея. На уровне превознесения мы можем купить 350-е вещицы. Прокачав превознесение с защитниками азерота, мы можем купить 355-й нагрудник. Вот такой вот. Для кого-то он может быть хорош, для кого-то он может быть не совсем. Нагрудник продается для кожников. То есть, суть в том, что абсолютно разные награды при абсолютно разных типах брони. Конкретно у кожников это нагрудник при превознесении с защитниками азерота. Далее, не стоит забывать о предметах бойе, бинсов эквип. Те, которые персональны при надевании. Аукцион просто усеянными. И выбрать для себя что-то классненькое, я думаю, не особо составит труда. Далее, профессии также важны в текущий момент. С профессией мы можем получить 355-й эквип для себя. И, увы, он является персональным при получении. Но относительно легко крафтится. И маловато реагентов для него надо. Также там можно выучить и крафты 370-й, которые требуют кровяные клетки. Насколько мне известно, они добываются из рейда в небольшом количестве. Ну и можно также скрафтить себе 385-ю вещицу. Также из кровяных клеток. То есть, некий вариант апгрейда все же существует. Крафтятся две шмотки. К примеру, в кожевности это ступни и поножи. Со случайными дополнительными характеристиками. То есть, абсолютно две случайные дополнительные характеристики прокают. Может быть одна, но при этом в большом количестве. Вот насчет этого, кстати, под вопросом. Далее. Не стоит забывать о локальных заданиях. Локальные задания приносят нам 320, 325, 330 и выше эквип. Азеритовые вещицы, конечно, не могут прокнуть и выше. То есть, они установлены только если по эквипу 325. То значит, мы получим вещицу 325. Если написано 340, мы получим ее 340. Не более того. Далее рассмотрим фронты. Они относительно недавно открылись. У нас есть квестик. Сейчас мы его найдем. Который дает нам... Что он нам дает? Он нам дает, насколько я правильно помню, вещицу 340. То есть, даже рукавицы падают, молоточки различные, пушечки. Все это видно сейчас через аддон. И выполнив задание, мы получаем 340. И, скорее всего, даже, возможно, и выше вещицу. Если это будет вещица не азеритовая. Но стоит учесть, что оружие максимум могут закалиться только на плюс 5 и плюс 10 эквипа. Не более того. То есть, увидеть человека с большой пушечкой, который ходит, к примеру, только в LFR, или только в Normal Raid, или только в малые ключи, или только делает локалки, в принципе, невозможно. Окей. Фронты. Так вот. Выигрывая фронты, это относительно скоро откроется. То есть, фронты это сценарий на 20 человек, где мы бегаем, против мопцов сражаемся, делаем некоторые мини-ивенты, выигрываем, убиваем последнего босса, и получаем 340-ую вещицу за выигрыш. Выигрыш делается, ну, примерно за 20-30 минут. Вот. Далее, убивая рарников на Горе Арате, мы также получаем 340-ой эквип, с некоторым шансом, по-моему. Также недельная награда, это 370-ый лут. Насчет недельной награды с фронтов, тут все под вопросом, если честно. Скорее всего, она станет доступна тогда, когда откроются мифик рейды, либо эта недельная награда откроется относительно скоро. То есть, тут все под вопросом, потому что фронты вещь еще недавно открывшаяся, и очень много недопониманий касательно этой системы. Ну, а ворлд босс, по-моему, в текущий момент он открыт только для Альянса, в самом начале видосика я его убивал, и убив его, можно получить 370-ые вещи. Различные. Полезные, бесполезные, азеритовые, неазеритовые, там тринкеты даже, по-моему, падают, насколько я правильно помню. Да. Вот человечку прокнул. Тринкет не 370-ый, а 385-ый, так еще и с сокетом. То есть, классно. 385-ый эквип, ну так, на минуточку, падает у нас с мифического рейда. Ульдир. Вот. Теперь же рассмотрим ульдир. Ульдир, поиск рейда, он, конечно, откроется не скоро, но с него падает 340-ой уровень предметов и выше. С обычной сложности, которая уже открыта с 5-го сентября, 355-ые предметы и выше, героический режим 370-ый и выше, ну а эпохальный, который будет открыт 12-го числа, падают предметы 385-ый и выше. Также, если вы не любитель ПВЕ, можно заниматься ПВП и одеться также относительно неплохо. Я выведу текст в описании к видосику, хотя лучше, наверное, в комментарии, потому что там текст относительно большой, там все разбито по ПВП-рейтингу, и также все расписано по поводу получаемых вещей и получаемых вещей азеритовых. Это, скажем так, две разные ступени вещей, то есть есть обычный шмот, есть азеритовый шмот, и они чуточку друг от друга отличаются. Ну, как-то так. На самом деле, одеться в высокий эквип сейчас не особо составляет трудностей. Стоит просто сидеть в этой игре, делать какие-либо полезные действия, надеяться на прок Титан Фордж вещей, прокнувших как-либо. Ну, а если речь зашла конкретно о фарме, при большом количестве свободного времени вы можете засесть в ПВП для повышения своего ПВП-рейтинга и повышения наград, а также недельных наград. Ну, а играя в ПВЕ, это миф-плюсы. Вот и все. Как-то так в текущий момент все обстоит. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья. Надеюсь, к концу этой недели к мифик рейдам вы будете весьма неплохо одеты. Свои результаты можете писать в комментарии. Я их оценю. До скорого. Берегите ноги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok